Здание Краевой психиатрической больницы на улице Шепеткова в Владивостоке находится в аварийном состоянии и требует капитального ремонта. Пациентам учреждения не хватает палат и они ютятся в маленьких помещениях по 10-16 человек. Все эти нарушения были выявлены во время проверки контрольно-счетной палаты Приморского края. В связи с этим съемочная группа 8 канала посетила данное лечебное учреждение. Многих иногда пугает, когда стартовая информация пошла, что у нас на до пациента 1,6 метра, многие думают, что здесь больные находятся как сардин в банке, вертикально стоят, по логике вещей. Но здесь, как говорится, есть детали, методология. Это расчет идет на площадь палат непосредственно, лечебных палат, где пациенты спят. А вообще больница, например, то здание площадь 3755 квадратных метров. Из них 800 метров только лишь палата занимает. То есть места там достаточно. Главный врач Максим Артамонов рассказал о работе психиатрической больницы, показал проводимый ремонт помещений и условия содержания пациентов. У нас очень широкий коридор, вы сейчас увидите, тоже вам покажем. И поэтому пациентам есть возможность осуществлять, образно гулять по коридорам, как по улице. То есть они ходят, гуляют, они смотрят там телевизор, играют все возможные там игры. То есть психологически они это переносят намного легче, нежели они 2-3 месяца находились бы в палате. Персонал контролирует состояние пациентов, которые находятся под наблюдением, круглосуточно. Во избежание казусов двери в палатах отсутствуют, что дает возможность видеть все, что происходит внутри. Также установлена система видеомониторинга за больными. Лищебное учреждение, где лечатся обычные больные, только у них болит не живут или нога, болит голова. И причем лечение достаточно эффективное. У нас в прошлом году посетила директор, тогда еще была научно-исследовательского института психитрии, Шпот Светлана Вячеславовна, нашу больницу. Они смотрели лекарственное обеспечение и сделали такую отметку, что лучшего лекарственного обеспечения и спектра медикаментов, которые есть у нас, нет ни у кого. То есть мы позволяем себе покупать те медикаменты, даже высокого уровня, как говорится, качества, которые позволяют быстрее вылечить пациентов. То есть мы сокращаем тем самым сроки госпитализации. То есть у нас есть все медикаменты, необходимые для лечения пациентов наших. Анна Дьякова, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.